В 13 выпуске энциклопедии серфинга вас ждет история королевы большой волны Жастин Дюпон, а также трюка, который серферы опасаются делать на волне более двух метров. Вы узнаете, что такое Эль Рола, можно ли быть в профессиональном туре и шейпить доски для себя и что мешает абсолютно всем серферам нашей планеты. Плюс многое-многое другое. Стартуем! Субтитры сделал DimaTorzok В эфире энциклопедия серфинга. Серия передач, посвященная к истории, культуре и терминологии этого увлекательного вида спорта. С вами Сергей Мысовский. Добро пожаловать! Эту передачу я начну с истории человека, музыку которого вы слышали хотя бы раз в жизни. Но даже если вы и знакомы с ней, то наверняка не в курсе, насколько она связана с серфингом. Итак, встречайте! Дик Дэйл. Дик Дэйл – молниеносный рок-гитарист и новатор в серф-музыке с начала 60-х. Известный как король серф-гитары и один из отцов хэви-металла, настоящего имя которого – Ричард Монсур. Дик Дэйл родился в 1937 году в Бостоне, штат Массачусетс, в семье ливанского машиниста. У него также были белорусские и польские корни. Будучи еще маленьким мальчиком, он научился играть кантри-хиты Хэнка Уильямса на обычной гитаре и укулеле. А заниматься серфингом он начал в подростковом возрасте в середине 50-х, после того, как его семья переехала на западное побережье, в прибережный пригород округа Лос-Анджелес, Эль Сегунда. В 1956 году Дэйл выиграл конкурс звучания имени Элвиса Пресли и начал менять свой стиль игры с кантри в сторону рок-н-ролла. В конце 59-го года при поддержке своей новой рок-группы Дэйл Тонс Дэйл отыграл свой первый концерт в Рэндэву Бэлрум в концертном зале Ньюпорт Бич. Местные серферы, собравшиеся на концерт, были приятно поражены резким звучанием гитары Дэйла, и вскоре после этого он и его группа стали резидентами Рэндэву Хаус, а его сингл в 61-го года «Let's Go Trippin'» многие считают первой настоящей серф-пластинкой. «Surfer's Choice» — дебютный альбом Дэйла 1962 года, на обложке которого был изображен серфер, был продан тиражом более 80 тысяч копий. Как позже заметил Дэйл, мокрый гитарный звук с тяжелой реверберацией, который стал его торговой маркой, отсутствовал в этом альбоме. Только после множества часов экспериментов с производителем гитар и усилителей Лео Фендером Дэйл смог достичь той звуковой мощности и напора, которые стали определять его музыку. Наиболее известный из его композиций — это «Миссерлю», которая была использована в качестве вступительной песни в знаменитом фильме Квентина Тарантино 1994 года «Криминальное чтиво». Изначально «Миссерлю» — это старинная греческая песня, в которую Дэйл вдохнул новую жизнь и переделал на свой серферский лад. Как мультиинструменталист, Дэйл также играл на барабанах и трубе во время громких и шумных живых выступлений своей группы. До появления Битлз, рассказывал давний сессионный музыкант Крис Дэрроу, «Никто не доводил публику до такого экстаза, как Дик Дэйл и Дэл Тонс. Он был боссом». Музыкальные критики считают инструментальные композиции Дэйла истинной формой серф-музыки, в отличие от богатых многослойных вокальных песен, созданных такими группами, как «Бич Бойс» или «Джен и Дин». Позже Дэйл говорил, что в своей музыке он пытался соответствовать тому ощущению, которое испытывал во время серфинга. Вибрация, пульсация и дикая мощь. Дэйл обнаружил, что лучший способ выразить серфинг в музыкальном формате — это сокрушительная атака медиатором одной струны, в то время как его вторая рука, зажимающая воды, скользит по закалённому в боях грифу Fender Stratocaster. Кстати, Дэйл, будучи левшой, играл на гитаре для правшей, перевёрнутой вверх ногами, оставляя более толстые струны внизу. Дэйл выпустил за 63-й и 64-й четыре альбома и ушёл в отставку со сцены в 65-м году. А в 66-м году у него обнаружили рак, и Джимми Хендрикс узнал об этом. В конце инструментальной песни Third Stone from the Sun в своём дебютном альбоме Are You Experienced? произнёс And You'll Never Hear Surf Music Again. Но Дэйл вылечился. И к 70-му году, реформировав Дель Тонс, выступал почти постоянно до 2018 года. Сам же Джимми Хендрикс умер в 70-м году. И в кавере на эту песню в 96-го года Дик Дэйл произносит в начале Дэйл и легенда гитары Стива Рэй Вон вместе получили номинацию на премию Грэмми за лучшую инструментальную композицию 87-го года, за их кавер на хит группы Chanta из 63-го Пайплайн. Четыре года спустя Дэйл был включён в Международный зал славы серфинга. В середине 90-х он записал два новых альбома, начал свой первый тур по Штатам и снял видео для MTV. В 96-м году его включили в Голливудскую рок-аллею славы, а в 2000-м году палата представителей США унесла Дэйла в зал рекордов библиотеки Конгресса за выдающиеся достижения в музыке. Кстати, Дэйл утверждал, что никогда в жизни не употреблял алкоголь и наркотики, а в 2015-м году он откровенно поделился своими проблемами со здоровьем, связанными с диабетом и раком. И даже будучи больным, он продолжал выступать и говорил «Когда я умру, то не хочу быть в кресле-качалке с большим пивным животом. Я умру на сцене в результате мощного взрыва энергии». Дик Дэйл умер в марте 2019-го в возрасте 81-го года. Всего несколькими неделями ранее он всё ещё выступал вживую, а даты его тура были распланированы до конца 2019-го года. Мы двигаемся дальше и сейчас переходим к одному из самых популярных трюков в сёрфинге. Итак, флоутер – это манёвр, выполняемый на самой кромке волны, во время исполнения которого сёрфер равномерно распределяет свой вес и скользит вдоль неё на пене или поверхной части закрывающейся секции, прежде чем спрыгнуть или съехать обратно на её стенку. Вообще слово «флоут» означает «плавать», а флоутер переводится как «поплавок». Отсюда и взялось название этого трюка. Флоутер обычно выполняется на шортборде, но и лонгбордисты используют этот трюк в своей программе. Флоутер может совмещаться с тейлслайдами, ревёрсами, эйрами и другими техническими элементами. На медленных и разбитых волнах флоутер используется как более безопасный манёвр, чем эрио или снэп. Вы, наверное, не поверите, но этот манёвр, сегодня ставший столь же обычным, как поворот как бэк, когда-то был секретным оружием в самых топовых сёрферах в мире. Он достиг своего пика в конце 80-х, когда такие сёрферы, как трёхкратный чемпион мира Том Карен, вставляли его в свою программу выступлений на соревнованиях. Никто точно не знает первого сёрфера, который проскользил по самому гребню волны, но ещё в конце 70-х годов сёрфер из Санта-Барбары Дэйви Смит раздвинул границы того, что можно было делать на волнах размером по пояс. В моём районе много небольших бич-брейков, рассказывал Смит. Поэтому в то время я всегда пытался найти способы кататься на разных участках волны. И попытка скольжения по её топовой и задней части казались мне следующим логическим шагом. Я помню, как слышал, что Чейн Хоэн из Австралии делал нечто похожее примерно в то же время. Но никто не делал флоутер на наших спотах в то время. Это определённо было новинкой. В статье в журнале Сёрфинг 1982 года отмечалось, что Хоэн увеличивал свою скорость, заезжая на пену, вместо того, чтобы делать маленькие ботом-терны, обходя её и теряя скорость. Тогда и появился термин флоутер. Хоэн был одним из первых австралийцев, которые использовали флоутер, но только после того, как появился Марк Санга Сейнсбери, ставший использовать его как нокаут для своих соперников на соревнованиях. В 1985 году во время престижных соревнований Pro Junior в Нарабине Сейнсбери сделал космический бэксайд флоутер и отправил будущего двукратного чемпиона мира и около Нарабина Дэмиана Хардмана домой со вторым местом. Год спустя Сейнсбери продемонстрировал свой флоутер во время чемпионата мира среди любителей в Англии. Результат был тот же. В то время как всеобщий любимчик американец Джефф Бут делал короткие повороты, Сейнсбери использовал закрывающиеся участки для скольжения и разгона. И в итоге Марк со своим флоутером был не только на вершине волны, но и мира. Мне было 13 или 14 лет, когда я впервые увидел приземленный флоутер. Говорит черный пояс по флоутерам Ричи Коллинз из Ньюпорта. Чейн Хоррен буквально летел по поверхности волны на споте Трестлз. Затем он отскочил от топовой секции и спрыгнув вниз чуть не отрубил мне голову. Я подумал, вау, что это было? Я сразу понял, что мне нужно начать тренировать. До этого мы все просто соскакивали с волны, когда она закрывалась. Флоутер Ричи Коллинза быстро стал таким же узнаваемым, как его перепончатые перчатки и прическа с ирокезом. Журналы цитируют меня, говорят, что я предпочитаю скользить по вершине волны больше, чем кататься внутри нее. Я все еще придерживаюсь этого утверждения. Говорил Коллинз. Да, я получил известность благодаря этому. Но давайте будем честными. Что сложнее? Заехать в трубу на пайплайне или проскользить по гребню на одной из этих секций? Раньше я получал 10 баллов за проезд с флоутером на массивных волнах. Но то, что давало десятки для Коллинза с одной стороны, для других профессионалов с другой стороны, было билетом на поездку в больницу, поскольку все больше и больше серферов обнаруживали, что их лодыжки и колени просто не предназначены для приземлений с двух с половиной метров на плоскую воду. Мертин Поттер, Том Кэрролл, Ники Вуд и другие серферы получили травмы благодаря этому трюку. Но сход с флотера вместе с падающим гребнем на нижнюю секцию волны остается одним из самых крутых трюков в серфинге, несмотря на высокий риск травмы. Поэтому флотеры редко выполняются на волнах более двух с половиной метров, хотя некоторые серферы пробуют сделать этот трюк и на более крупных волнах. После истории о трюке флотера нельзя не упомянуть о так называемом короле флотеров. Итак, встречайте Ричи Коллинз, эмоционально эксцентричный просерфер из Ньюпорт Бич, Калифорния, занимавший восьмое место в мире в 89-м и 90-м годах, но больше известный в мире серфинг за свое нестандартное поведение и нереальные флотеры. Коллинз родился в 69-м году и вырос в Ньюпорт Бич в семье шейпера досок для серфинга Ланса Коллинза, основателя Wave Tools Surfboards. Ланс брал Ричи с собой на серфинге еще с младенчества, а в 8 лет Коллинз принял участие и выиграл свои первые соревнования. Но все было не так просто. Обычно это происходило так. Лэнс заходил в комнату Ричи рано утром и говорил ему, что собирается поехать ловить волны, а затем выходил на улицу, заводил машину и выезжал, вынуждая Ричи догонять его по улице в трусах с доской в одной руке и одеждой в другой. В начале своей спортивной карьеры Ричи не получил нужной поддержки от своего отца. Когда я был еще маленьким и выиграл первые соревнования, а затем вернулся домой, папа мне сказал, что я все еще кук неумеха. В ту ночь я не мог заснуть и часами думал, блин, вот козлина. Когда я стану чемпионом мира, то он преклонит колено передо мной. Ух, я покажу ему. В 14 лет он стал профессионалом, а 4 года спустя закончил свой дебютный год в мировом турне, заняв 30 место. Шейпить серборды Ричи начал в 15 лет и был единственным топ-серфером того времени и вообще эры ASP Pro Tour, который делал оборудование для себя сам. Резал пенопласт, покрывал стеклом, шлифовал, ставил закладные и делал аэрографию. Представьте себе сегодня Итала Феррейра, который изготавливает доски для своих выступлений в свободное от них время и делает матрицы для плавников во время мирового турне. Именно этим Ричи занимался в начале 90-х. Он постоянно тестировал свое оборудование по всему миру, соревнуясь с лучшими серферами. В наши дни некоторые из просерферов держат в секрете точные размеры своей любимой доски. Не говоря уже об угле рокера или того, какой там конкейв. Ричи делился своими наработками и говорил. Я конструировал свои собственные доски с детства. Когда я стал профессионалом, я проектировал все сам, начиная от плавников, рокера, рейлов и так далее. Я думаю, то, что я делал это все сам, принесло положительный эффект и очень помогло мне как шейперу, так и серферу. В 1988 году он выиграл очень престижный Анил Колд Вотер Классик в Санта Круз. А в 1989 году УП Про в Хансингтон Бич, победив трехкратного чемпиона мира Тома Карена в финале. С 1989 по 1991 год он входил в десятку лучших серферов мира. Но на протяжении всей своей спортивной карьеры его беспокоила хроническая травма спины, полученная еще в детстве. В 1992 году он победил Мартина Поттера в Белл Бич Классик, даже после того, как досрочно вышел из воды за 10 минут до окончания хита из-за защемления нерва спине. Затем Коллинз покинул профессиональный тур в 1993 году и попробовал вернуться в 1995 году, но не очень удачно. Сёрфинг Рич Коллинза сложно назвать стильным. Он был скорее угловатым и резким. Но в свои лучшие годы, а именно в конце 80-х и начале 90-х, он исполнял больше вертикальных манеров на волне, чем любой другой профессионал. У него было прозвище Скелетер, так как в его катании было что-то мультяшное. Его локти, колени и голова болтались в разных направлениях. Он выглядел очень контрастным в заездах, например, с тем же Томом Карном. А его флоттеры растягивались вообще на половину лайнапа. Он обычно строчил трюки как из автомата и не придерживал самых сложных трюков для финала соревнований. Поэтому он либо получал высокие баллы, проехав волну до конца, либо упав на одном из трюков, возвращался на лайнап ждать следующую волну. Помимо его серфинга, славу ему принесла его поведение и выходки. Коллинз много кричал, использовал клейминг и мог крушить головой свою доску, если проигрывал в хите. В своих интервью он часто говорил «При серфинг, то есть серфинг просто ради удовольствия и чушь мне, я катаюсь только ради соревнований». Коллинз снялся в огромном количестве фильмов и видео про серфинг, включая Filthy Habits, No Limits Pump и Session Impossible. Сегодня Ричи Коллинз все так же шейпит доски и воспитывает с женой троих дочек, которые сейчас также выступают на соревнованиях по серфингу. Каждое движение в серфинге можно объяснить с помощью физики и гидродинамики. И как вы, наверное, догадываетесь, чем быстрее скорзит доска, тем больше у нее возможности для маневра. Скорость в серфинге – это ключ. Но что является обратной стороной, мешающей всем кататься на огромных ходах? Это драк или гидродинамическое сопротивление – эффект, при котором поток воды замедляется или прерывается при прохождении под поверхностью доски для серфинга во время ее движения. И чем сильнее сопротивление, тем сильнее тормозит сама доска или другой движущийся объект. В момент движения создаются волны изгибы, вызывающие сопротивление и, следовательно, замедляющие доску. Это сопротивление – это то, что мешает набирать серферу скорость. Это то, почему устают руки. Это то, почему кто-то разгребается на волну хуже других, или ему не хватает скорости на то, чтобы сделать эйр и так далее. Вот основные факторы, которые влияют на это сопротивление. Форма доски и площадь поперечного сечения доски под прямым углом к потоку. Трение доски о воду, а именно столкновение пограничного слоя доски с молекулами воды. Волновое сопротивление – импульс, передаваемый волне от доски. Сопротивление, вызывающее брызги. Турбулентность в задней части доски для серфинга и скорость движения этой доски. Несмотря на то, что вода почти 800 раз плотнее воздуха и вязкая более чем в 50 раз, серфер может управлять сопротивлением, например, перемещая центр тяжести по доске. Если он встанет на самый хвост, то это будет максимальное сопротивление, и доска потеряет скорость. Если центр тяжести будет посередине, то сопротивление наименьшее, и скорость будет увеличиваться. А если перенести центр тяжести на нос контролируемо, то можно сделать трюк ноузрайт. Ну а если передавить, то нос попросту зароется под воду. Уже много лет главная задача шейперов – это улучшение конструкции доски для серфинга и уменьшение ее гидродинамического сопротивления. Шейперы ищут наилучший компромисс между скоростью, плавучестью и маневренностью доски. Обычно уменьшение сопротивления происходит через придание хвосту доски максимально гидродинамической формы. Форма, толщина и количество плавников также сказывается на сопротивлении, но мы уделим их физике, форме и размерам отдельную главу в следующих выпусках. Еще один предмет, вызывающий сопротивление и потерю скорости – это лишь для серфинга. Чем он толще и длиннее, тем сильнее он мешает вам набирать скорость. Лиши для маленьких волн делают тонкими не только потому, что там на них меньше нагрузка, но и потому, что у маленьких волн меньше энергии. И лишнее торможение только усложняет задачу серфера набрать нужную скорость. На больших волнах наоборот, энергии предостаточно, и скользя по ней практически не ощущаешь, что за твоей доской в воде тянется лишь толщиной с палец. Серфинг – это чистая физика, поэтому подходить к нему нужно с умом, и следовательно выбирать подходящее для волновой обстановки оборудование. Кстати, а вы знаете, что трехкратный чемпион мира Миг Файинг по прозвищу Уайт Лайтинг разгоняется на волне до скорости более 39 км в час? В общем, если вы хотите кататься быстрее, уставать меньше, прыгать выше – уменьшайте сопротивление. А в некоторых англоязычных странах тем, кто катается на доске лёжа, а особенности на бодиборде, дают шутливое прозвище Дик Драггер, если это мужчина и Квэм Джаггер, если это женщина. Раз уж мы затронули тему бодиборда, то самое время погрузиться в историю возникновения главного манёвра бодибордеров – Эль Рола. Это трюк на бодиборде, во время которого райдер отталкивается от гребня, закрывающейся секции волны, и, используя этот импульс, выполняет полное вращение типа кувырка и приземляется на стенку волны или на пену. Этот трюк считается сердцем бодибординга или его торговой маркой. Когда бодибордер полностью отрывается от поверхности волны или губы, трюк называется Эйр Ролл или Эйрел Ролл. Есть и другие вариации, включающие в себя Баррел Ролл, когда вращение происходит внутри трубы, и Ролла Тейков, который выполняется при старте с волны. Изобретение Эль Рола в равной степени приписывают как Майку Стюарту, так и Пэту Колдуэлл – профессиональным бодибордерам и топовым райдерам 80-х и 90-х годов. Они независимо друг от друга придумали этот трюк, но на Пэта ссылается больше исторических источников. Итак, Пэт Колдуэлл родился в Калифорнии в 62-м году и с 12 лет стал увлекаться бодибордом. Пэт любил пробовать новые трюки и уже спустя первые пару лет он начал пробовать делать вращение над гребнем волны. В 16 лет Пэт приехал на Гавайи и стал тренироваться там. Там он и приземлил первый Эль Рола. Изначально он хотел назвать его трехмерным 360, но Джек Линкольм, наблюдавший за Пэтом, спросил «Эй, Пэт, как ты называешь эту штуку? Эль Рола?» Пэту понравилось это название и фотографии нового трюка с этим названием появились в журнале «Бодибординг». С того времени этот трюк распространился по всем уголкам нашей планеты, где катаются на бодиборде. В современном бодибординге Эль Рола – это фундаментальный маневр. В огромной коллекции трюков этого вида спорта. Если райдер не может приземлить Эль Рола, его вряд ли можно назвать опытным бодибордером. Много лет назад доски для серфинга представляли большую опасность для людей, которые просто купались на тех пляжах, где катались серферы. И если серфер выпускал свою доску из рук или падал с нее, ее несло с пеной прямо к берегу, и она могла попасть в кого-нибудь. В начале 70-х годов фирма «Tracker» – австралийский производитель одежды для серферов – придумали решение этой проблемы. Они смастерили нейлоновый морской якорь, называвшийся «Tracker Drag Shoot». Один его конец был привязан к доске для серфинга, а другой заправлен в шорты серфера. По сути, это было применение парашютного тормоза, который за счет увеличения лобового сопротивления уменьшает скорость объекта. Эта система давно используется в авиации и надземном транспорте. И когда серфер бросал доску, ее начинало тянуть к берегу, парашют раскрывался, и она теряла свою скорость. И серфер мог доплыть до нее, пока она не оказалась совсем далеко. Но из-за неудобства использования и в конечном итоге появления лишей, это приспособление не прижилось в серфинге. Зато пловцы используют аналогичную систему для своих тренировок. Она дает им дополнительную нагрузку за счет высокого сопротивления. Плавно, но уверенно мы подошли к финальной главе сегодняшней программы, которая повествует о необычной девушке, которая раздвигает рамки катания по волнам, где, казалось бы, уже сложно придумать или исполнить что-то новое. Знакомьтесь, Жастин Дюпонт, первая леди Франции в серфинге на больших волнах. Она не просто успешно катается на таких волнах, как Маверикс, Билл Хара, Джоус, Мологмор и Назаре. Она делает это круче многих мужчин. Жастин родилась в Бордо в 91-м году и ее детство прошло на юго-западе Франции, а именно в месте Лакана. В 11 лет она впервые попробовала серфинг и сразу начала активно кататься. Всего 4 года спустя, в 2007-м году, Жастин в 15 лет заняла второе место в чемпионате мира по лонгборду. Жастин продолжила занятия серфингом, не фокусируясь на какой-то одной дисциплине. Она успешно выступала на чемпионатах Европы и мира в составе французской сборной, как на короткой доске и длинной доске, так и на доске с веслом. Постепенно ее заинтересовали большие волны и в 2013 году она прославилась благодаря тому, что ей удалось проехать по 15-метровой волне Белхара, которая встает на севере страны Басков. Она стала первой женщиной, поймавшей столь большую волну. В течение нескольких следующих лет Жастин продемонстрировала впечатляющие результаты на соревнованиях по всему миру, выиграв престижные соревнования, такие как чемпионат Европы по лонгборду ASP, чемпионат Франции по лонгборду и шортборду, а также квалификационную серию WSL. Президент Международной ассоциации серфинга ISA Фернандо Агуэра в одном из интервью сказал о ней. Жастин – прирожденный лидер и образец для подражания в серфинге. Она продолжает впечатлять нас всех своими невероятными проездами в самых разных дисциплинах серфинга. В 2018 году Жастин, принимая участие в соревнованиях на больших волнах Джоус Челлендж на острове Мауэ, получила перелом плеча и растянула связки в колени после схватки с этой грозной волной. 2019 год для Жастин был гораздо более удачным и укрепил ее позиции среди элиты мирового серфинга. Проехав 13 ноября в Назаре огромную 20-метровую волну, она собрала чемоданы и отправилась оттуда в Сальвадор. Там, отлично откатав во всех заездах чемпионата мира ISA по сапсерфингу, она заняла первое место и стала чемпионкой мира. 11 февраля 2020 года она съезжает с волны высотой более 20 метров в Назаре, Португалия. Она рассказывала об этом. Когда я отпустила ФАЛ, то почувствовала, что еду быстрее, чем обычно. GPS-трекер потом показал мне, что скорость была 66 км в час. Я просто летела и практически не чувствовала скольжения. Ощущение чего-то страшного и огромного за моей спиной было очень стрёмным. Тень от липа этой волны была далеко впереди меня. И мне очень, очень хотелось удержаться и проехать ее до конца. Напряжению не было предела. Это была самая безумная волна. Величайшая волна моей жизни. Забегая вперед, скажу, что это была еще не та самая волна. Итак, все с нетерпением ожидали подтвердиться ли новый мировой рекорд и войдет ли эта волна в Книгу рекордов Гиннеса. Но Всемирная Лига Серфинга WSL объявила, что волна, пойманная бразильянкой Майей Габейрой, на несколько сантиметров выше, чем волна Жастин, и рекорд достается Майя. Жастин была раздосадована этим решением WSL. Все эти рекорды, это, конечно, все не так важно. Важно кататься и получать от этого удовольствие. Эта волна была моим личным рекордом. Я пришла из перформанс-серфинга и понемногу пробую делать элементы оттуда во время серфинга на больших волнах. Мне очень повезло, что есть такие райдеры, как Кай Лени и Лукас Чианко, которые раздвигают границы спорта, и я могу на них ориентироваться. Для меня успех – это счастье и гордость за то, что я сделала. За то, чего добилась. 16 января 2021 года произошел знаковый момент в истории серфинга. В этот день на споте Джоуз, на котором три года назад она получила перелом при сильном порывистом ветре, и, мягко говоря, очень сложных условиях, Жастин, которая начинала, как ломбардистка, ловит самую большую трубу, которую когда-либо ловила женщина. Сегодня Жастин продолжает показывать высокие результаты на соревнованиях, выступает защитником окружающей среды и мотивирует множество людей. Вы смотрели тринадцатый выпуск энциклопедии серфинга. В следующем выпуске вас ждет история трехкратного чемпиона мира Мика Фаннинга, на которого напала акула прямо во время соревнований. Вы узнаете, насколько сильно древние жители Гренландии повлияли на развитие современного серфинга. Поймете, зачем серферам доска в форме рыбы. Узнаете, что такое реверс и фэки, а также, кто начал буксировать серферов на волну еще до Лейерда Гамильтона и команды. Спасибо всем, кто смотрит энциклопедию серфинга и делится ей в социальных сетях. Помните, мы делаем это для сохранения и развития серфинг-культуры. И нам очень приятно, когда вы пишете комментарии про то, что вам особенно понравилось или не понравилось. Задаете вопросы, оставляете пожелания для следующих серий тут, на ютюбе. До следующей серии. Алоха! Субтитры подогнал «Симон»!